так всем привет мы в прямом эфире меня зовут елена пересада я руководитель трэнди english трэнди english games и сегодня мы поговорим про гимификацию вот сейчас мы подождем как мы ждем сегодня гостя юлия михович руководителя школы респект как только она присоединится мы начнем говорить об этой изведанной или неизведанной сфере деятельности машите пока рукой те кто в принципе понимает что такое гимификация и может быть вы используете ее уже у себя на уроках пока мы ждем юлю давайте я наверно расскажу первую свою встречу с гимификацией давайте начнем с того что гимификация и использование игр на уроках английского языка ну или вообще гимификация использования игр это не одно и то же и если вы используете какие-то игровые технологии и используйте игры на своих уроках это не значит что вы уроки свои гимифицируете на самом деле да потому что есть большая разница есть использование игр допустим если мы хотим а вот июля если и сейчас мы тебя давай присоединяйся делай запрос на присоединение да и мы тебя выведем в эфир смотрите если вы используете допустим вам нужно отработать спеллинг слов если вы играете в игру хэмман это не гимификация это значит вы используете игры потому что у игры есть начало у игры есть конец и вы собственно меняете внедряете гимификацию это значит что вы ну допустим начать какие-то баллы или ачивки за то что студенты пишут несколько строчек одного и того же слова о юльте привет давайте я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя юлия михович руководитель языкового центра языковой школы респект вот и с юлей мы очень давно познакомились когда и как это было да и юля у нас такой страстный на не поклонника человек который очень активно внедряет применяет различные игровые технологии у себя на своей языковой школе ну и собственно говоря юль ты с нами вот юль давай буквально сейчас перед началом как мы про гимификацию начнем говорить наверное пару слов про свой языковой центр да сколько вам лет сколько у вас учеников почему можно можно сказать на школе 18 лет в кемеровской области кузбасс сейчас принято так говорить в школе в школе учится 600 учеников разного возраста от пяти до восемнадцати пока школу не закончат учится у нас здорово ну то есть очень такой обширный опыт да вот и много преподавателей работает я работала с юлиными преподавателями очень такие зажженные профессионалы июль давай тогда вернемся к вопросу начнем про гимификацию поговорим вот при первая встреча с гимификации то есть как зачем зачем то есть как это произошло и вообще собственно говоря зачем ты к этому вопросу обратилась то есть какая-то проблема была или что или просто какой-то интерес ну это же такая большую большое приключение я люблю приключения вот я вообще знакомства с гимификацией делю на две части. Первая неосознанно, и вторая осознанно. Неосознанно это с 2001 года, как мы стали делать языковые выездные лагеря. И, собственно, у нас там тема, без темы никуда. В общем, тема, и дети варятся. Не просто, чтобы английский они приехали учить и в какие-то игры играть, а чтобы все это было завязано на каком-то приключении. Ну и, собственно, жили так, все было здорово. Куда еще дальше расти? Пока я, ну, предположим, в 2017-2016 году, наверное, я попала на конференцию Трэнди Инглиш, и вот с этого момента оказалось, что это называется, во-первых, гимификация. Для этого есть название, да? Да, да, да. И, оказывается, там еще копать и копать можно развивать, в общем, эти приключения так называемые, да? Вот. Ты, я узнала, что там есть типы игроков, оказывается, все так, значит, с научной точки зрения к этому нужно еще подойти, да? И вот мы стали, сначала это был лагерь уже осознанный, с делением, значит, на вот эти категории игроков, вот. А потом вдруг ты же и рассказала, что, оказывается, это можно на занятиях делать. Мы в восемнадцатом году приехали... А, то есть сначала вы только в лагере запоминяли, да? Да, 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 да. Потом вы были на основном обучении это делать. А, да это было для детей какая-то сказка, а потом в восемнадцатом году, в августе, мы приехали в Москву на тренинг по гимификации к тебе, вот. И там уже, оказывается, на занятиях в год, в течение года можно делать такое же интересное приключение. Ну, и, собственно, всё понеслось. Вот. Потому что были, конечно, проблемы, как, наверное, у всех, которые возникают на занятиях, хочется мотивировать. Давай вот, да, поэтому подробнее на этом месте. То есть гимификация, что это такое? Это, ну, для нас всегда это какое-то решение, какое-то проблема. Мы же не просто так развлекать студентов, внедряем гимификацию. Мы как руководители языковой школы, либо как преподаватели у себя на уроке, мы видим какую-то проблему, которую, ну, не можем решить какими-то такими простыми техниками, простыми методами, ну, известными нам. Вот с какими проблемами вы заходите в гимификацию? Ну, первая, основная, это английский на уроке, то есть это не проблема, это уже, да, результат. То есть русский на уроке, как его сказать, не говорите, да, неинтересно. Вот. Будете говорить, это вам пригодится в будущем, тоже не понимаю, да, дети, особенно там, младшего возраста, куда им это понять еще. Вот. Поэтому первая проблема, это, точнее, задачу ставим себе, English only on the lesson. Все. Вот это выключается. Потом, значит, второе, это вовремя делать домашнее задание, без долгов, да, вот эти вот перепроверки, это же тоже, в первую очередь, преподаватели напрягают, потом долги сдавать. Ну, и вот меня, как преподавателя, результаты. Ну, вот у нас в школе мы все-таки придерживаемся оценок, то есть у нас бальная система, там, 4,8, 3,5, вот это все. Вот. И, собственно, мне хотелось, чтобы мои ученики меньше четверки не получали, чтобы они задали домашнее, я там все это математическим расчетом высчитываю, не просто там субъективная какая-то оценка, а вот объективно, по математике. Вот. И все это высчитывается, и хочу, чтобы меньше четверки не было. Ну, чтобы они обратили внимание на свой средний балл, и чтобы, да, гимификация для того, чтобы они подтягивали средний балл. Это же необычно, они, общая образовательная школа, ну, где все-таки студенты стараются, да, как-то средний балл иметь хороший, да, а понятно, что когда мы идем на курсы, то у них мотивация немножко снижена. Душа, можешь какой-нибудь пример? То есть гимификация, это же не просто история какая-то, сказка, да, это всегда механика, да, с помощью которой ты пытаешься увлечь к какому-то действию. Ну, вот ты назвала там три проблемы, которые вы решали, чтобы был English on, ну, чтобы русский убрать, да, вовремя сделанная домашка, или повышение среднего балла. Можешь для какой-нибудь из проблем ввести пример механики, которую вот вы использовали для того, чтобы мотивировать студентов, ну, чтобы они достигли той цели, которая вам нужна была? Прямо конкретно, какую гимификационную оболочку, да, можно сказать? Да, ну, вот мы сначала брали класс Доджо, вот, прекрасно заходило первый год, может быть, полтора, в конечном, это же только баллы, правильно? То есть это опять же баллы-баллы, они в итоге надоедают, даже если это в мерч, потом эти баллы превращаются. Ну, мы говорим, что баллы интересны только определенным типом игрока, Класскрафтков, да, есть огромное количество людей, которых баллы не мотивируют. Потом мы взяли Класскрафт, вот, там уже история идет, да, то есть они там квестовые такие, то есть превращение заданий в квестовые штуки всякие, да, вот, у них там аватары, герои, и все, вот. Так, герои уже получается, да? Да, 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 вот. Ну, и так как это все на, там, приложение, они могут заходить, не все дети готовы заходить в приложение, поэтому мы остановились на том, что они приходят на урок, и там у них уже эта история развивается. Вот наша тема, это, наши школы, это карты. Они у нас ходят по картам. То есть есть карта, какое-то большое приключение, где каждый выбирает себе героя, и, то есть, они идут по картам. Вот, и причем хочу сказать, что они команды, то есть они у нас не просто каждый за себя, они, каждая группа, это команда. Вот, например, у меня есть дети уровня B1, и этих групп у меня 7 таких, вот. И каждая группа, это команда. Они заходят на карту на эту со своей, значит, там, названием команды, там и так далее, и они подтягивают друг друга тем самым. Не просто мне это нужно, это всем нужно. Если я не сделаю, там, такой-то результат, не достигну, если я скажу на русском слово, я подведу команду. И вот это, конечно, очень сильно прокачало группы. Те группы, которые у меня уже несколько лет в этих приключениях участвуют, они гораздо сильнее и по языку, и по сплоченности. А внедрять вот это вот всё, ну, насколько, ну, часто очень с коллегами разговариваю, когда они говорят, ну, вот и так уставшие, и так лучше всего нужно делать, ещё гимификацию придумывать. Как вот с точки зрения внедрения гимификации в школе, ну, у тебя же много учителей ещё, да, то есть нужно их зажечь этим тоже. Сколько у вас это времени занимает, и на уроки, сколько от урока времени занимает вот именно, ну, погружение в это приключение, и вот именно в саму игру? Ну, начнём с того, что у меня есть отдел гимификации в школе. То есть у меня есть идейный вдохновитель, ну, так скажем, идейный вдохновитель я, и люди, которые меня поддерживают. Это не учителя, это наши бывшие ученики, это выпускники нашей школы, которые в лагерь ездили, которые на этом уже сапогу съели. Там девушка-организатор мероприятий, вот она придумывает идеи. Значит, вторая девушка-дизайнер, то есть у нас там это всё оформлено. Мальчик, значит, IT-специалист, он это всё пишет, коды, в общем, у нас там это всё в таком интерактивном виде, не просто там, да, вот я про это говорю, например, да, то есть это я рассказала историю, давайте участвовать. То есть это всё очень визуализировано. Вот. Ну и дальше любая вот эта идея, она делается в течение, придумывается, создаётся в течение трёх месяцев где-то. Вот. И сначала это делаю всё я. То есть я провожу на своих детях всё через моих детей. А потом уже, то есть там ошибки и так далее, всё это, потом я эту, значит, игру предлагаю уже девочкам, то есть преподавателям, и они её... Или я предлагаю выбор. Есть вот такое, есть такое, они выбирают, что больше подходит. На самом деле ещё никто не отказался, потому что, ну, все вовлечены, всем интересно, и смотреть, как у детей глаза горят, как они из, по-простому говоря, из двоечников превращаются в заинтересованных отличников и хорошиств. То есть мы видим результат, гимификация реально работает. Я помню, когда мы самую-самую систему первую внедряли, в 2013 году ещё, и у меня такой один мальчик на уроке, он говорит, ну, я знаю, всё равно девчонки там будут выигрывать, они будут чего-то достигать, и потом там буквально через пару недель мы смотрим на лидерборд, а он на втором месте. И такие, знаешь, звонки от родителей тоже. А что вы там в школе делаете? У меня там Юра первый раз в жизни, я увидела, как он делает домашку по-английскому, он никогда не делал домашку. Потому что, ну, гимификация, на самом деле, это не столько про игру, просто, ну, как бы для меня, я не знаю, это дать смысл студенту вот этой деятельности. То есть ты пришёл на английский, тебе это не нужно, это твоей маме нужно. И вдруг ты в том, что ты делаешь, ты начинаешь видеть какой-то смысл, у тебя фокус внимания начинает сдвигаться на какие-то именно образовательные цели, а не просто прийти, ну, как бы на занятия и потусить с друзьями, да. У меня-то, кстати, один мальчик наоборот, не мама позвонила мне, а я маме позвонила, сказала, вы там что, ребёнка бить начали, что ли? Почему он стал учиться? Она говорит, нет, Юлия Михайловна, это к вам. Вы там что-то намудрили, ходит, занятия не пропускает, действительно. Хотя на самом деле, мы же ведь делаем то же самое. То есть те же упражнения, я не всегда, когда я использую геймификацию, вот эту вот систему, я же не всегда даже превращаю занятие в игру. То есть вот то, что это даже отпадает необходимым. Да, что это же не нужно что-то сильно переделывать. Да, ага, вот поподробнее вот это место. Историю, историю сочинить. Ну подожди, ну там же вот историю, да, и присоединяешь ещё какую-то вот просто механику, ты им объясняешь, да, что вот если вот это вот это сделают, то это вот как-то вот в этой истории отразится, или, ну, как-то вот на их мотивации, да, должно отразиться. Если, ну, допустим, у вас увеличатся энергии. Я никого не на... То есть у нас нет такого, что, допустим, если ты не сделаешь, то ты проиграешь. То есть только на позитиве завязано, то есть на положительный результат идёт положительная, то есть реакция игры, так скажем. То есть они выполняют действие, у них увеличивается энергия для выполнения, собственно, игра «Космос». Космические, значит, исследователи, вот, они выполняют, допустим, задания на 100%, и у них энергия 100%. И они тогда могут на этой планете, которую они исследуют, могут... Что-то у меня подвисло, это интересно у меня. Зависает, да? Возможно, у меня, да. Нет, всё нормально сейчас. Вот. Ну, собственно, вот так вот это работает. То есть на том, что нужно выполнить задания. Я начала рассказывать уже про корабль, планету. То есть это одна из систем, да? Это вот то, что вы уже прям сделаете в виде системы, у вас запрограммировано. Если просто Юля уже пошла до таких, ну, такую глубину, то есть уже не просто что-то на уроке бумажки, там, визуал, PowerPoint-презентации, они уже разрабатывают, они прям ходят в систему, да? Просто тут проблема такая сразу возникает, когда ты во всё это начинаешь погружаться и погружать детей, им нужно больше и интересней. То есть если ты уже пошёл в эту сторону, с этой дороги уже не сойти, получается. А, ну да, потому что дети уже намного, ну, уже много лет варятся вот уже в таких интересных уроках, вам просто приходится повышать градус, да, и делать всё это на более высоком уровне. То есть в компьютерной игре, да, в Марио играли, сейчас они там что-то рубятся, или во что-то. То есть им нужно больше ощущений, хотя, я, кстати, не ответила на твой вопрос, сколько времени это на занятия занимает. Ну, допустим, 90-минутное занятие у нас в старших, это, наверное, минут 10, наверное, максимум, сколько нужно потратить вот на то, чтобы вот эти результаты визуализировать, да, и чтобы они сделали вот эти свои ходы по карте, например. А так, в принципе, обычный урок идёт, да. Но, тем не менее, это всё делается на английском, там всё сопровождается описанием на английском языке. Это тоже часть урока. То есть это не только что минус 10 минут от урока. Нет, ни в коем случае. Всё. Слушай, ну вот вы уже как свою систему прям такую, там у вас есть приложение, да, у вас уже студенты, ну, сильно погружены. А вот самое начало, вот если у человека там, вот я преподаватель, у меня нет ни программиста, ни отдела геймификации ещё нет. А что мне делать? Я могу начать геймифицировать свои уроки? Любое. Любое может. Это просто мы уже с жиром весимся. Вот. А на самом деле вот моя такая визуализированная была система, мы делали на доске мира. Вот. То есть и просто скачали, то есть тогда ещё не было разговора о дизайнере, скачали картинку, типа, карты, туда, значит, такие маленькие стикеры, это их ходы, ну и всё, и они там ходили, нашла в интернете дракона. У меня специализация ещё хуже, да, у меня, я помню, у меня моя первая система, это у меня здесь меловая зелёная доска, мелом нарисована, и там что-то написано, ничего, ну, студенты включались, и результаты, правда, были сразу хорошие. Так это всё зависит от учителя, от подачи. Можно и в воздухе руками помахать, им тоже понравилось, главное, чтобы история была интересной детям. А можно, ну, знаешь, такой вот разговор, наверное, как ты уже опытный геймификатор, вы всегда с историей, или, как ты считаешь, бывает ли геймификация чисто на механике без истории? Без истории? Ну, для тебя просто, ну, были ли у тебя какие-то примеры геймификационных систем без истории? Вот, ну, той, а как это? А, ну, значит, не было, да. Ты же, как у каждого, у каждого своя история. Не, на самом деле, потому что я пробовала тоже без истории, когда ты берёшь просто саму механику, то есть ты объясняешь студентам, какое ты действие выполняешь, и что ты за это получаешь в конце. Вот, и никакой вообще истории, никакого сюжета не вводишь. А я так пробовала один год, вот у нас в Battle of Wizards есть наша система, там, про мир, ну, визардов, ну, про волшебный мир, в котором там беда случилась. Вот, и я решила, что я на подростковой группе, на 13-летний не буду вот эту всю историю вводить, введу только вот эту контекстную геймификацию. То есть вот вы выбираете на каждом уроке, как я буду проверять вашу домашку, и получаете там какие-то, ну, плюшки, ну, в зависимости от того, сделали или не сделали. И оно тоже сработало. Потому что, ну, геймификация, это же, в принципе, просто про привлечение фокуса. Вот теперь мы обращаем внимание на то, как мы делаем домашку. Но они узнали потом, что у других групп, у младших, есть история. Пришли ко мне и сказали, а что это мы-то тут как без истории. Да, с историей всегда лучше. Вот, ну, и как правило, да, что такое геймификация, да, то у тебя есть проблема, потом к проблеме ты придумываешь механику, как ты ее будешь решать, и потом сверху на это еще наслаиваешь историю. Ну, как бы, получается, без истории, в принципе, можно просто с историей глубже. Ну, а понятно, без самой механики, ну, оно вообще просто не взлетит. Поэтому сначала мы придумываем механику, за счет чего мы там будем студентов мотивировать делать то или другое, а потом уже все другое наворачиваем. А у тебя все группы в школе на геймификационных системах работают? Нет. Нет? Нет. Ну, вот самые младшие, там, начальные классы, да, там, с первого по четвертый нет. А почему? Им пока еще это не нужно. Вот такой необходимости нет. Есть там вот эти, типа, акула, да, на доске рисуется акула там, и вот он спускается, там может упасть. Вот им такого вполне достаточно. Вполне достаточно. С одиннадцати лет где-то вот уже начинается... Да уже когда акулы не заинтересуешься. Акулы, они наоборот хотят. Вот сейчас вот он упадет, да, и кровища Юлия Михайловна нарисует. Вот все, значит, надо переходить на какую-то глубокую историю, интересно. И старшеклассники, то есть самые старшие, вот сейчас у меня уровень B2, дети, они, я их в начале года спросила, вы хотите новую историю, новое приключение? Скажите, Михайловна, как вы хотите? То есть, не то, что им это не интересно, они уже вовлеклись. Потому что они уже в язык вовлеклись, они уже приходят, им не нужна дополнительная подпитка, да, они приходят уже, чтобы изучать язык, потому что им это уже интересно. То есть мы прям выбираем, какие группы, где проблема, да, какие проблемы. Если их можно решить гимификацией, мы ее вводим. Если это что-то другое, значит, друг другим. Да, хорошо. Вот, ну, слушай, и, наверное, вот такой еще вопрос, ну, вот у тебя уже очень много опыта, да, внедрения гимификации. У тебя учителя многие тоже уже обучены, как это делать и что это, как это делать. А вот такие вот советы, вот смотри, допустим, вот если нас кто-то из учителей смотрит, они, да, все время думают, ну, нужно бы это сделать, ну, вот я один, да, допустим, я даже если в языковой школе работаю, но я вот один, да, нету единомышленников, или я вообще учитель-фрилансер. Вот, ну, из твоего опыта, с чего начать, куда? В любом случае, сначала нужно обратиться к специалистам. Спасибо. Самому, вот честно говоря, вот сейчас посмотрев прямой эфир, пойти писать историю, не зная про это ничего, ведь там же вы на тренингах так много рассказываете интересного, я вот в прошлом году, уже у меня там было уже несколько, да, своих историй, я пошла, и я, мне было интересно, я вдохновилась, и за, можно сказать, вот сколько, три часа, по-моему, да, три часа идёт тренинг, я вдохновилась. У нас есть тренинг, онлайн 5 марта, в воскресенье, он у нас полный день идёт, 6 часов, у нас здесь. 6 часов, но это очень сложно, из этого вообще никак не, самому вот так вот почитать что-то, прийти, послушать, ну и, конечно, там же, не знаю, можно такое говорить, нет, что там же начинается прям практика, придумайте тему, да, вот, и если, мой совет, надо придумывать тему, которая будет интересна детям, не то, что я думаю, интересно, вот, может быть, какой-то опрос среди детей, но я думаю, что вовлечённые учителя с детьми разговаривают, знают, чем интересуются дети сейчас, живут дети, какие сериалы смотрят, да, какие, значит, в игры какие компьютеры наиграют, и так, кто у них там сейчас, вот, то есть вот это, ну и, конечно, быть готовым к тому, что нужно быть гибким, что менять можно систему в течение одной вот этого, одного приключения, да, систему менять, что подогревать нужно их интерес. Да, спасибо, что ты про это сказала, что менять систему, да, что глинификация-то не про то, что ты как игру придумал от начала до конца, и по ней пойдёшь, да, будут, по ходу будешь понимать, что-то работает, что-то не работает, и придётся вот прям по ходу что-то менять, когда смотришь на реакцию студентов. Да, 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 вот, ну и, конечно, все, кто готовьтесь, что если вы начнёте это делать, когда вы начнёте это делать, вы уже не сможете остановиться, и ваши дети тоже. зад пути уже не будут подумать, нужно это вам или нет. Здесь я всё не призна. Ну вот, да, вы, наверное, вот одна из школ, которые вы действительно настолько глубоко в это всё погрузились, ну, благодаря вот тому, что у тебя такой большой интерес к играм глинификации, вот, и прям вот внедрять это на таком уровне, особенно, когда ты мне, это прошлый год было, да, ты мне показывала вашу систему вот уже компьютерную, вот эту уже разработанную, ну, это прям вообще уже такой высший пилотаж. Мы сейчас уже третью сделали, у нас там и Гарри Поттер, и очень странные дела, вот, приложение сделали, супергеройская академия. В общем, если что, да, пишите, да, Юля тоже, если хотите посмотреть, возможно, она поделится, вдруг она не будет в твоей школе, всё это будет делать, а вдруг с кем-нибудь из коллег поделится. Вот, Юля, ну, спасибо тебе большое, спасибо, что сегодня согласилась, ну, поделиться своим опытом, да, ну, а мы напоминаем, что у нас 5 марта пройдет полнодневный тренинг онлайн по обучению геймификации, то есть, ну, что там будем делать? Мы именно будем сначала вычислять проблемы, которые решаются геймификацией, а которые не решаются геймификацией, ну, как ты, Юля, сегодня говорила, да, смотрим, эта проблема геймификация или другими методами решается, потому что, ну, как геймификация довольно такой трудоемкий, да, все-таки инструмент, ну, нужно очень сильно свое мышление перестроить, и очень часто просто какие-то методические фишки помогают решить какую-то проблему. Мы учимся подбирать механики с учетом типов игроков, потому что все люди разные, и всех вовлекают разные вещи в геймификацию, да, и учимся придумывать истории для того, чтобы сделать это приключение вообще максимально интересным, вот, так что приходите, ждем вас на тренинге, ну, это как, у нас он проходил в онлайне раза два, наверное, и это вот прям такое тоже увлекательное приключение, но я прям look forward к тренингу. Заедущим, что пойдет первый раз. Да, да, потому что мы там будем прям сразу все это создавать, то есть это не так, что мы будем что-то рассказывать, как вот Юля говорила, да, мы сразу делимся на группу, мы работаем, и вы прямо вот в режиме реального времени начинаете первые свои системы создавать, с которыми можно уже выходить к студентам, ну, а дальше нужно просто их уже подкручивать в зависимости от того, как студенты будут реагировать на то, что вы им предложите. Ну, как Юля тоже говорила, главное еще тему выбрать, которая будет интересна, именно этому возрасту и именно этой конкретной группе, да, потому что иногда что-то не заходит. Ну, что ж, всем большое спасибо, кто был с нами в эфире сегодня, большое спасибо тем, кто будет смотреть нас в записи. Юля, спасибо тебе. У тебя уже там, наверное, довольно-таки поздно, да, девятый час? Пол девятого, пол девятого. я надеюсь, что ты уже домой как-то там собираешься. Я дома, все хорошо. Ну, да, хорошего вечера тогда. Вот, всем хорошего дня, спасибо. Всем пока-пока.